всем привет сегодня мы будем готовить торт называется он лакомый кусочек если кто-то не знает объясню это трехслойный тортик он состоит из трех коржей в каждом корже будет своя добавочка торт очень вкусный это самый любимый торт моей семьи мы очень долго искали рецепт покупали раньше но сейчас он стоит очень дорого к тому же его готовит одна единственная фирма в городе поэтому его еще и найти тяжело теперь мы нашли тот самый рецепт нужный и готовим его сами если вы его приготовить я думаю вы сами убедитесь и полюбите этот торт если вы его никогда не пробовали для начала мы приготовим тесто нам понадобится мука полтора стакана сахар полтора стакана сметана баночка 350 грамм 3 яйца крахмал полторы столовые ложки соды полторы чайные ложки добавками у нас будут грецкие орехи курага и мак для крема мы возьмем банку сгущенки и обычное сливочное масло одна пачечка здесь 180 грамм курагу и грецкие орехи нам нужно будет измельчить курагу мы нарезаем мелкими кусочками грецкие орехи можно в глендере размолоть меряем вот таким стаканчиком он меня 220 грамм объем мака чуть больше пол стакана но кураги и орехов примерно такое же количество в измельченном виде должно получиться и орехи нам еще понадобится для украшения ну или вы можете украсить сами по своему вкусу как хотите теперь мы будем готовить тесто его можно готовить двумя разными способами то есть вот то что у нас есть нам нужно разделить на три части то есть каждый коржик будет готовиться самостоятельно если вы будете готовить так значит все продукты нам нужно просто разделить на три части то есть одна треть банки одно яйцо пол чайной ложки крахмала пол пол столовой ложки крахмала пол чайной ложки соды пол стакана сахара пол стакана муки либо вот как я я замешу все тесто сразу а потом уже готовое тесто я разделю на три части то есть на три коржика и в каждой будем уже добавлять свою добавочку для начала мы разбиваем яйца и сюда добавляем сахар и перетираем яйца с сахаром теперь сюда же добавляем все остальные ингредиенты сметана крахмал соза немножко перемешаем теперь будем муку подсыпать понемножечку так удобно перемешивать муку обязательно предварительно просеете замешиваем подсыпаем опять замешиваем готовое тесто нам нужно разделить на три равные части тесто достаточно жидко и достаточно такое приятной консистенции если вы плохо ориентируетесь на глазок то можно взять какой-нибудь мерный стаканчик тесто жиденькое поэтому хорошо течет тесто подвигаем теперь будем заниматься нашими добавочками в первую очередь нам нужно залить мак горячей водой нам нужно чтобы он немножко разбух постоял буквально минут пять после этого мы в водичку будем сливать курагу будем мелко нарезать не забудьте предварительно ее помыть обязательно вот на такие кусочки миленько-миленько режем нарезанные кураги у нас тоже получается примерно пол стакана может быть чуть чуть побольше но много-то ее тоже нельзя добавлять иначе тесто будет разваливаться вот пол стаканчика теперь будем делать орехи их проще всего измельчить в блендере только не забудьте нам понадобится орехов также пол стаканчика максимум стакан то есть это по вкусу сколько вы сами хотите мельчить их нужно не сильно то есть они должны быть просто кусочками не надо делать ее в муку поэтому очень аккуратно и совсем прям чуть-чуть чтобы они слегка были измельченные вот вполне достаточно кусочки должны попадаться в тесте отсюда мы возьмем стаканчик может быть чуть побольше чуть поменьше как хотите остальное можно перемолоть помельче и она пойдет у нас для украшения как посыпка теперь орехи мы добавляем в одну тесто и перемешиваем не забудьте вовремя слить мак иначе он сильно разбухнет будет нехорошо духовку включаем заранее она должна прогреться до 180 градусов готовим форму для выпечки нам понадобится пергаментная бумага мы вырезаем такую кружочек и укладываем на дно форма для выпечки должна быть минимум 20 сантиметров максимум 24 то есть 20 22 и 24 диаметр нам подходит меньше нельзя потому что корж будет очень толстый он плохо пропечется а больше тесто получится очень тонкое и у вас просто все сломается чтобы было понятно я беру максимально вот у меня 24 сантиметра форму мы смазываем и пергаментную бумагу смазываем и бортики масло можно брать любое растительное сливочное или маргарин это на вкус не повлияет и теперь сюда мы будем выливать первый слой первый коржик лучше сразу печь который с орешками будет в торте он идет первым нижним слоем поэтому лучше его сразу первым сделать чтобы он уже остывал тесто достаточно жидко она растечется просто немножко ему помочь нужно так слегка разровняем и в духовку время выпечки на примерно 20 минут зависит от духовки все таки поэтому сами посматривайте но минимум 20 минут не открывать нужно дверь иначе тесто упадет все ставим печься пока первый корж у нас готовится мы подготовим уже второй во второй мы добавляем тщательно все перемешиваем все было подготовлено третьим слоем у нас будет мак мы его слили также добавляем в тесто также все тщательно перемешиваем первый корж у нас готов проверяем его зубочисткой зубочистка должна оставаться чистой если на зубочистке остается тесто соответственно корж у нас не пропекся теперь мы его открываем и нам нужно переложить на тарелочку чтобы он у нас остывал теперь в этой же форме мы будем готовить следующий честно не придем в порядок немножко убираем один коржик остывать второй делаем точно так же как и первый застилаем бумагой и обязательно мы его промасливаем следующий у нас будет слой с курагой выкладываем также разравниваем все и на 20 минут убираем в духовку второй коржик у нас тоже готов проверяем его также зубочисткой все хорошо можно вытаскивать третьим слоем у нас будет с маком выливаем также все разравниваем и отправляем в духовку теперь нам нужно сделать крем масло у нас растаял она полежала при комнатной температуре мы его выкладываем в чашечку масло и сгущенка берется один к одному всегда для такого крема одна пачка масла одна банка сгущенки сгущенку сюда же добавляем теперь нам это нужно все тщательно взбить в крем сначала на первой скорости просто перемешаем а а потом на второй уже будем взбивать до состояния крема крем у нас практически готов нам нужно его убрать в холодильник чтобы он еще постоял немножко охладился в это время наши коржики все очистим от вот этой бумаги она больше не понадобится мы ее убираем коржи должны уже быть остывшие коржи мы будем укладывать и намазывать кремом у меня крем не очень застыл я не стала ждать лучше побольше ему дать времени сначала мы просто промазываем первый слой первый корж у нас ореховый не забывайте некоторые делают пропитку для этих коржей ну честно говоря мне кажется что тесто она вообще не сухое и в пропитке абсолютно не нуждается все сверху мы кладем второй слой это корж с курагой и точно так же его промазываем третий корж с маком его мы тоже укладываем и сверху смазываем теперь нам нужно бока промазать точно так же аккуратненько боковинки смазываем крем теперь тортик нам нужно поставить в холодильник он должен постоять не менее 12 часов коржи не пропитаются примут свою нормальную форму и после этого уже можно будет их украшать тортик готов нам остается его только украсть украшать можете по своему вкусу все те ингредиенты которые есть в тортике они однозначно подходят то есть орех мак и курага они в любом случае здесь будут уместны я просто молотыми орешками засыпаем бока сверху будем украшать примерно точно так же все по вашему желанию вообще к этому тортику идут практически любые украшения хорошо сочетаются я и с шоколадом украшала тоже вкусно было и фрукты они дают кислинку тоже такой как бы для разнообразия вкус очень хорошо подходит все на вашу фантазию я добавлю еще клубничка мелкими дольками раскладываем ее конечно если это вы готовите для себя это не так принципиально как вы будете украшать главный результат потому что торт конечно очень вкусно его обязательно стоит приготовить попробовать вкуснотища необыкновенная ну такой тортик у нас получился я попробую кусочек отрезать так и так 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 чтобы было понятно как он выглядит внутри вот эти наши три слоя с магом с курагой и с орешками попробуйте сами приготовить вам точно все понравится всем спасибо приятного аппетита а